Деревня Солманова Живые камни, памяти и скорби открылся в Солманово почти пять лет назад. Многие из тех, кто набит на этой стене, неизвестно где похоронен. Многие. И у них все-таки должно быть памятное место, куда могут прийти родственники, жители и покланяться. Здесь очень удобно. В любой день можно пройти, каждый день кто-то подходит и укладывает цветочки. То есть это долг, который нужно было исполнить. В Солманово живет уже пятое поколение лощевых. На мемориале фамилия деда Николая Борисовича. Сегодня он вместе с супругой не только возложил цветы к мемориалу, но и посадил куст сирени. В память о героически погибшем предке. У меня дед ушел в 41 году на войну. И погиб даже в 41 году, прямо в начале, под Вязьми. Вязьмский котел практически. Он тоже здесь жил? Да, жил, работал представителем колхоза. 9 мая в Солманово появилась сиреневая аллея. Местные жители и почетные гости высадили 10 кустов. И сегодня мы вместе с депутатами, с нашими коллегами посадили 10 кустов сирени. Количество 10 символизирует 10 жителей деревни Солманово, которые ушли на фронт и не вернулись. Нина Ястребова родилась в 41 году в многодетной семье. Помнит, как вместе с мамой бежали из родного села в Брянской области. Спасались от захватчиков. Отец, Павел Федорович, ушел на фронт. Она знает, какой ценой досталась эта победа. Папа рассказывал. Рассказывал, как их выстрелили на расстрел. Уже, да, нас на расстрел выстрелили, все, уже готовы стрелять, все. И вдруг что-то у них, у немцев что-то там получилось. Как мы вот все в рассыпную, там было им не до них. И вот только мы из-за этого спаслись. 9 мая Нина Павловна встречает в центре Одинцова. Под звуки оркестра, горожане и почетные гости возложили цветы к памятнику маршалу Победы Константину Жукову. Ужасы Великой Отечественной и радость Великой Победы. Одинцовцы встретили праздник со слезами на глазах. Вместе. С букетами, георгиевскими лентами и детскими рисунками. В знак благодарности за мирное небо. И с надеждой, что так будет всегда. Первый монумент на братской могиле в Одинцово появился в 1960 году. Но тогда не были известны имена павших героев. В начале 70-х одинцовские школьники решили восстановить историческую несправедливость. И занялись поисковой работой. Уже к 1971 году им удалось узнать имена 194 павших бойцов. В братской могиле в Одинцово обрели покой воины 5-й армии. Они умерли от ран в полевом госпитале, располагавшемся неподалеку. Каждый год на 9 мая. Здесь многолюдно. Эта священная дата является достоянием всех народов Советского Союза. Нет ни одной семьи, практически ни одной семьи, кого не коснулось бы. Это беда. И кто не приложил бы свое участие к великой победе. Никто не забыт, в каждой семье жива память о героях Великой Отечественной. И хоть в этом году народная акция «Бессмертный полк» проходит онлайн, многие у мемориала с портретами своих родных и близких. Это мой сёкр. Он воевал на Польше и вернулся с победой домой. Я очень горжусь. Он человек с большой буквы был. 22 июня был призван в 1941 году. Через три месяца погиб под Смоленском. 31 год. Мне было 7 лет. Сестрёнка родилась в окопе. Три года были в оккупации. Я сам с Украины. Пётр Христич работал в колхозе кузнецом. Ушёл на фронт. И уже там ковал победу. 9 мая 1945-го его сын Иван помнит хорошо. У сельсовета было непривычно оживлённо. Односельчане ликовали. А он не смог сдержать слёзы. Как и миллионы других остался без отца. Поэтому решил, будет защищать родину, как папа. Иван Петрович, 32 года, отслужил в военно-топографической службе. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? Фронтовые агитбригады поддерживали боевой дух солдат тогда, в военные годы. И сейчас, когда в мире бушует пандемия коронавируса, это не менее важно. Не проси в семье такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографии убедших глядят. Этот концерт для Вениамина Гаршина на фронт попал в ноябре 44-го года. Тогда ему было 19 лет. Начал свой боевой путь под Варшавой. А встретил День Победы на Эльбе. Ах, эти тучи в голубом напоминают море. Напоминают старый дом, где кружат чайки за окном. По традиции, утро 9 мая для Константина Федотова начинается на Красной площади. Точно так же, 76 лет назад, он сам шагал по брусчатке в сердце столицы. Его кандидатуру утвердил маршал Рокоссовский. Он лично смотрел каждую шеренгу сводного полка. И его слова запомнились на всю жизнь. Когда он посмотрел, прошел и сказал, ну таких молодцов московские невесты не упустят. Требования к участникам легендарного парада были строгие. Боевые заслуги. Рост не меньше 176 сантиметров. 19-летний Константин Федотов подошел идеально. Сейчас он почетный гость Парада Победы. В строем отношении подготовлено очень высоко. Красавцы просто, любые, вот кого посмотришь, любые. То ли пехотинец, то ли артиллерист, то ли муряк. Все достойно представляли наши вооруженные силы. В стороне остаться не смог, присоединился к артистам. Вместе с участником Великой Отечественной войны главную песню Дня Победы исполнили соседи и случайные прохожие. Это день Победы, породом в рабах. Это праздник с сединою на висках. День Победы. Индивидуальные поздравления с праздником получили все ветераны Великой Отечественной войны. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Отенцова».